Букет в аренду. В социальных сетях появилась необычная услуга, с помощью которой администраторы сообществ предлагают взять на прокат цветы, чтобы сделать селфи и произвести впечатление на друзей шикарным подарком. При этом девушкам обещают доставить цветы в любое место и подождать, пока клиент сделает с ними фотографию. Съедобные букеты, кота-кафе и верблюжья ферма. О самых креативных бизнес-начинаниях сибиряков расскажут мои коллеги. Вместо привычных роз букет из спелых фруктов или овощей. Будущие дизайнеры Анастасия Шайтанова и Елена Ганемедова говорят, цветами сегодня мало кого удивишь. В тренде съедобные подарки. Грейпфруты, лимоны, гранаты, перец чили, украшенный хлопком и розмарином. Каждая композиция уникальна. К букетам прилагается рецепт, по которым их можно приготовить. Стоимость таких подарков от 500 до 2000 рублей. Это отличный подарок, просто когда вас позвали в гости. Также просто подарить маме, бабушке вместо тысячи роз. Начальнику, учительнику, кому угодно. И часто мужчинам дарят. На 23 февраля у нас был букет из пельменей. Да, тематический. А потом поступило предложение сделать для борща букет. Да, на 8 марта. На 8 марта делали. А началось все с того, что студенток попросили сделать необычный букет. Сразу же после этого девушки решили, надо попробовать работать на заказ. В сентябре 2016 запустили проект и сейчас вполне довольны результатом. А вот Анна Стародуб из Новосибирска к своей бизнес-идее шла долго. Пять лет она помогала бездомным животным. Курировала самый большой в городе приют. Параллельно работала в сфере розничной торговли. Но в какой-то момент решила посвятить пристройству животных все свое время. Так и родилась идея открыть Кота-кафе. Оно работает уже 9 месяцев. За это время свой дом обрели более 40 животных. Посетитель платит за час 200 рублей и с удовольствием проводит свободное время с питомцами. У нас здесь очень хорошо сочетается именно социальная работа вместе с пониманием этого бизнеса. То есть мы не относимся к этому, с одной стороны, как к успешному предприятию. Да, изначально так не относились. Основная задача – это все-таки животные, которым здесь живется намного комфортнее, чем на улице или в приюте. Это пристройство животных. Посетители Кота-кафе, говорит Анна, самые разные. Это и родители с детьми, и студенты. Иногда те, кто любит животных, но не может их завести у себя дома. Часто место становится центром молодежных мероприятий. Здесь проходят мастер-классы, лекции и кинопоказы. Все это также привлекает клиентов. А вот в Кемеровской области пристроили верблюдов. Их купили местные фермеры. Животных привезли из соседнего, разорившегося хозяйства. Человек их привез далека, держал-держал. Пропал интерес переезжать, собрался и решил продать. Мы вот приобрели их. А за сколько из 70 лет? По 100 тысяч за голову. Сначала фермеры пробовали пасти верблюдов. Однако животные разбежались, и их едва удалось поймать. После этого и пришла мысль организовывать зооэкскурсии для школьников из соседних поселков. Однако вскоре выяснилось, что заработать на этом не удастся. В деревнях платить деньги за такое сафари не готовы. А из городов приезжать не хотят. Так что пока прибыль не покрывает расходов на содержание животных. Этот бизнес-проект двугорбы не оправдали. Пока фермеры ищут другие креативные идеи, верблюдов оставили просто для развлечения. Елизавета Василевич, Евгений Слепов, Артур Хлопотин, Артем Шершнев. Новости здесь, Омск. 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 Продолжение следует...